КОРОЛЕВСКИЙ ГУДА Город, музей под открытым небом, архитектурная жемчужина Беларуси. Все это о городе Гродно, теперь открытом для безвизового въезда представителей всех стран мира. Станет ли это плюсом для экономики Гроднищины? Даст ли активный толчок развитию инфраструктуры? Все это и многое другое в программе «Взгляд репортера». Меня зовут Иоланта Будила. Здравствуйте. Впервые это словосочетание «безвизовый въезд» начало звучать все громче в августе 2016 года, когда президент Беларуси подписал соответствующий указ о введении этой системы. Тогда же был определенный регламент – максимальный срок пребывания туриста без визы – 5 дней. Территориально – парк Августовский канал, в который вошел и город Гродно. Подобный опыт в Беларуси ранее был только в Беловежской пуще. Но если там туристы могли находиться только на территории пуще, то в Гродненском регионе территория для посещения гораздо обширнее. Все это значило, что перед сферой туризма Гродно стояла серьезная задача. В очень сжатые сроки предстояло разработать целую систему безвизового въезда. Конечно же, это был первый опыт безвизового посещения города. И нам приходилось в некоторые моменты все-таки изучать с нуля. Но мы считаем, что эта работа проделана была все-таки достаточно и оперативно, потому что срок у нас был всего лишь два месяца для создания как информационной платформы для туристов, так и самой системы регистрации безвизовых туристов. В этой работе мы постарались прислушаться и к руководителям туристических предприятий, и туристической общественности проводили неоднократные встречи по тому, что должна включать эта система, как она должна работать, какова будет система регистрации. Два месяца напряженной и плодотворной работы. От и до разработаны информационные ресурсы и система регистрации запросов на посещение региона и согласованы все нюансы с правоохранительными структурами. Вместе с тем, время от времени звучат скептические возражения о целесообразности и рентабельности такого мероприятия, как безвизовый въезд на Августовский канал. Так или иначе, но 26 октября 2016 года был дан официальный старт в системе безвизового въезда на территорию парка Августовский канал. Началось все, к слову, с курьеза. Две польки, заслышав о такой возможности посетить близкий, но из-за визы ранее недоступный им город, поспешили занять места в ближайшем автобусе до Гродно. Однако любительницы путешествий возможность приехать в Гродно совсем без документов восприняли чересчур буквально и планировали побывать в соседнем государстве, имея при себе лишь паспорт. На границе выяснилось, что не все так просто. Так, например, Йонас и Инесса Бразилис, туристы из Литвы, были одними из первых, кто воспользовался возможностью безвизового въезда. К вопросу организации своего отдыха они подошли основательнее, чем незадачливые польки. Для пересечения границы помимо паспорта при себе нужно иметь документ, который подтверждает право гостя посетить августовский канал. Такую бумагу выдают туристические фирмы. Нам присылают документы, выбирают программу на сайте, которую бы хотели посетить. И на основании вот этой программы мы разрабатываем стоимость, программу посещения. И присылают человек документы, подписывают договор в электронном варианте. Мы ждем гостей сразу. Гродно трудно назвать туристической меккой для капризных европейцев. Здесь нет теплого моря, климат не назовешь мягким, в середине мая только плюс 10. Отчасти языковой барьер. Но все эти условия не просто не отпугивают туристов. С каждым месяцем желающих посетить регион становится все больше. И хотя эксперимент с безвизовым въездом начали в не сезон, чтобы любые шероховатости и недостатки работы можно было ликвидировать с наименьшими трудностями, цифры удивляли даже самых больших оптимистов. За те полгода, когда посещение Гродно для иностранцев стало возможным без визы, регион посетили 10 тысяч человек. Десятитысячного безвизового туриста, к слову, встретили на центральной улице города. Им стала жительница Вильнюса Зинаида Мишкена. К 10 мая Гродно и Августовский канал только по безвизовому въезду посетили более 12 тысяч человек. Такие темпы позволяют судить о том, что интерес к региону растет. К моменту, когда настоящее тепло все-таки доберется до Гродно, специалисты прогнозируют еще больше увеличения потока туристов. Открытие сезонного пункта пропуска «Рудовка лесная», который поменял статус. Он был раньше только водным, да, то есть пересечение было только на Байдарке. Сейчас же можно это сделать на велосипеде пешком. Насколько получается, что мы имеем еще одни, скажем, своеобразные гостевые ворота. Не только четыре пункта пропуска, прошу прощения, два пункта пропуска автомобильных, и два было водных. Теперь это уже водно-пешеходно-велосипедный пункт пропуска. Представители 42 стран уже воспользовались возможностью посетили Гродно и архитектурное чудо региона, Августовский канал без визы. Это и испанцы, и англичане, немцы, датчане, жители Азии и Дальнего Востока, австралийцы и, конечно, ближайшие соседи Гродничины – поляки и литовцы. Но вот интересный факт – поляки, особенно из регионов удаленных от Беларуси, сюда приезжать опасаются. Виной всему стереотипы и нелепые слухи, что-то наподобие медведей на улицах в России. Вот почему группы поляков приезжают в Гродно не так часто, как литовцы. Вот они-то как раз досужим домыслам не доверяют и приезжают смело. К слову, приезжают. Особенно в выходные желающих посетить Гродно очень много. Как правило, это организованные туристические группы, которые прибывают на автобусах. А поскольку большинство туристических маршрутов сосредоточены в центре города, возникла настоящая проблема с парковками. По словам директора одной из туристических фирм, которая с самого начала работает в направлении безвизовых туристов, эта проблема стоит остро, но диалог с властями есть и есть надежда на скорейшее разрешение этой сложности – к взаимному удовольствию всех сторон. Как рассказывают представители туристических фирм, которые активно включились в работу с туристами, которые приезжают в Гродно по безвизовому режиму, среди заявок от добропорядочных иностранных гостей нередки просьбы от желающих под шумок пробраться в поисках лучшей жизни в Европу. Впрочем, туроператоры дорожат своей репутацией и лицензией, а потому подобные заявки получают отказ, не подлежащий обсуждению. К слову, среди аргументов против безвизового режима звучала как раз и мысль о том, что в таких условиях открытых границ поток нелегальных мигрантов сильно возрастет, тот, что поставит под угрозу как безопасность граждан страны, так и взаимоотношения с государствами-соседями. Разумеется, такие факторы учитывались при разработке системы. Прежде всего, ограниченность территории для безвизового посещения, а также срок пребывания туриста без визы не более пяти дней, позволяют отслеживать нелегальных мигрантов и чересчур хитрых туристов. Информация о всех туристах безвизовых по нашей территории, по парку Агустовского канала, она передается для регистрации в органы пограничной службы. Естественно, что принимается решение и этими службами о пропуске или не пропуске какого-то гражданина, если к нему есть какие-то вопросы. Пограничные структуры свою службу знают и несут исправно. Никаких существенных изменений работа пограничных служб не претерпела, разве что пришлось немного усилиться в связи с возрастающими потоками туристов. В связи с увеличением туриста, туристические группы, как правило, большой наплыв идет на выходные дни. Естественно, в эти дни у нас увеличенное количество сотрудников в пунктах пропуска для того, чтобы не нарушать ритмичность функционирования пунктов пропуска и чтобы пересеченье государственной улицы для туристов было более комфортным. Первые выходные мая выдались теплыми и приятными, а потому визит этой туристической группы из Литвы получился особенно душевным. Обязательным пунктом обзорной экскурсии буквально каждого туриста, который посещает Гродно, является посещение Каложской церкви. Дарюс Калибатос – литовец из Австралии. В Гродно его привели упрощенные правила въезда и интерес. Я люблю читать истории, мне интересен этот район, история, география, Ньоман, река. У нас в Литве, но мне интересно. Эта группа довольно разноплановая. Здесь есть совсем молодые люди, которые даже по-русски не говорят и не понимают. Есть те, для кого посещение Гродно – это ностальгия по молодости. Кто-то не в первый раз приехал сюда только за время безвизового режима, кто-то впервые за несколько десятилетий. Кого-то привел интерес, кого-то – в соблазнительный шоппинг. Но так или иначе, от обзорной экскурсии не устраняется никто. У деревянной скульптуры Витавта, которой встречают гостей старого и нового замков, группа задерживается, внимательно слушает экскурсовода. Это общая история белорусов и литовцев, горячо любимая каждой из сторон. Выходят к стенам замка и видят раскинувшийся у подножия Неман. Не Мунас, понимающий и тепло улыбаются литовцы. Гид рассказывает про Стефана Батори, а группа дополняет его рассказ. Король Баторас – тоже часть общей истории. От старого замка к новому, оттуда, мимо Музея истории и религии, на площадь Советскую. Здесь – краткие сведения про фуарный костел, уже канувшую в лету фару Витавта. А дальше – свободное время. Иногда мне кажется, что вы знаете нашу историю лучше, чем мы сами. Поскольку у нас, ну, наша история совместна, да. И, ну, конечно, наши имена, как мы произносим по-литовски, как вы произносите по-белорусски, ну, немножко, немножечко. Но все равно, ну, как бы, это наша земля. Надо своих предков посмотреть, как они здесь жили. И потому что, скажем, вот мы были в церкви XII века, она прекрасна. Такая быстрая экскурсия – желание самих туристов. Чаще группы приезжают на один день, выезжают очень рано, хотят успеть и к культуре прикоснуться, и узнать, действительно ли в Беларуси все дешевле. Еще один примечательный факт. Группами и на один-два дня приезжают на порядок чаще, чем в индивидуальном порядке. Руководитель группы Эдита признается, что в сложившемся порядке безвизового въезда довольно всем. Конечно, без минусов не обходится. Так женщина осталась немного недовольна затянувшейся процедурой на границе, но настроение ей, да и всей группе, это не испортило. Вместе с тем есть и определенные трудности, что называется, на их стороне. Много литовцев не имеют паспорт, у них карточка идентификации. И вот, чтобы взять паспорт, это стоит 50 евро. И не каждый же позволяет себе для этого, чтобы приехать на один день в Гродно, платить столько много денег. Это, я думаю, единственная причина, потому что у нас бывает много людей, которые обращаются, которые хотят ехать, но у них нет паспорта. Равнодушным город не оставляет. Вот и австралийский литовец Дариус, в воле случая, оказавшийся в Гродно, не устает говорить комплименты. Безвизная программа, нам очень удобно, конечно. Будет очень хорошо, если тогда безвизная программа будет дальше и широкая. Ну, это красивый город, Гродно. Мой первый раз здесь. Весело, тепло. Ну, такие объекты, ну, замоки, церкви. Мне очень-очень нравится, очень изомительно, вообще изомительно. Если сейчас, ну, ну, мне кажется, что это здесь очень, ну, культурный город. Много историй тоже. Ну, так я буду, ну, всем рекомендировать, ну, посетить этот город. Сопровождающий группу гид тоже человек особенный. От него зависит, каким увидят город туристы, захотят ли вернуться, какие впечатления составят. Когда у нас приезжают группы с утра, и это двухдневные группы, то, конечно же, у нас широкая экскурсия. Мы обязательно заезжаем на Курган Славы. Это все-таки наша общая история. Может быть, сейчас какая-то этих спецификов станет в Прибалтике, но, тем не менее, им очень нравится вот это вот советское наследие. И они очень довольны, когда приходят в новый замок и видят герб. И, конечно же, Фурор производит памятник на площади, который стоит на площади Ленина. Это просто Фурорты Прибалтики. Плюс еще иногда мы заезжаем на наши кладбища, на наши некрополи. Как бы ни звучало, все-таки это уже исторический объект, исторические памятники, на котором похоронено большое количество наших общих деятелей. В свободное время, которое дается группам во время посещения Гродно, туристы предпочитают заняться шопингом. Основной интерес вызывают белорусская обувь, косметика и сладости, а также лекарства и алкоголь. По безвизовому въезду Гродно однажды посещал японец. Ему особенно понравились ботинки гродненского производства, так что можно надеяться, что слава о недорогой и качественной белорусской обуви дошла даже до побережья Тихого океана. Благодаря безвизовому режиму Гродненщину и Августовский канал многие страны открыли в неожиданном для себя ракурсе. Туристам нравится гостеприимство и открытость гродненцев. Их удивляет история, восхищает архитектура, привлекает цены и ассортимент. Приятным дополнением стал упрощенный въезд. Поток туристов только увеличивается, интерес к региону растет, трансграничное сотрудничество развивает экономику и привлекает инвестиции. И пока скептики злопыхатели, правда все тише, еще высказывают сомнения, безвизовый режим набирает обороты. Долгосрочный результат покажет время, но на данном этапе эксперимент признано считать успешным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова